Курортный сезон До десятков горожан Мы, правда, без купальников, но готовы собирать мнение одесситов Первым делом мы отправились в Лузановку Здесь отмечают крещение скромно Всего одна палатка для переодеваний и несколько медиков С самого утра желающих окунуться в воду оказалось всего несколько человек Но уже ближе к 12 часам на пляже стало появляться больше людей Вы знаете, я после инсульта, у меня инсульт почти восстановился Я лежал 4 месяца Сила воли есть И каждый раз Это мало сегодня ветерок Сейчас подышу, опять зайду С праздником всех Так, я бегу про платью Ирина, здравствуйте Скажите, вы только на крещение купаетесь или занимаетесь этим постоянно? Только на крещение Почему? Что для нас это праздник? Этот праздник важен, это один из самых главных праздников в году Мы были сегодня на службе, прекрасная служба Святили водичку и наша традиция после этого обязательно в море Периодически моржуем, но крещение должно быть обязательно Почему это должно быть обязательно? Это здоровье Не люблю лекарства, не люблю лечиться лечебными методами Поэтому это здоровье Я желаю, чтобы действительно, особенно поселка Котовского, почаще выходили на море 300 тысяч населения, а бывает считанное количество людей Гуляет, наслаждаются Традиции, обычаи, плюс для здоровья Я могу сказать, что у меня от крещения до крещения ровно месяц не хватает, чтобы не заболеть И то это проявляется в виде насморка и небольшой температуры Это один-два дня А так целый год не болею Я купаюсь в третий раз Ну так, как от души, мне так просто хочется Просто от души Каждый год? Конечно, лет 10 уже минимум Ну, очень хороший, святой праздник Вы закуляете, что вы делаете, как тебя хотите? Ну, я себя духовно настраиваю И разливаюсь в него и не холодно, честно говорю Водичка очень-очень свежая и очень наслежает По словам спасателей, смельчаков, готовых зайти в воду значительно меньше, чем в прошлом году Говорят, всему виной пандемии Тем не менее, гуляющих в Лузановке немало Как только кто-то решается зайти в палатку и переодеться, на берегу сразу же выстраивается толпа В Суворовском районе крещенские купания проходят размеренно Как обстоят дела на других одесских пляжах, узнавал мой коллега Василий Базовлук Таня, скажу честно, что температура в минус 3 градуса Похоже, не испугала одесситов, полюбивших крещенские купания С полуночи горожане идут на городские пляжи, чтобы искупаться в студеной морской воде На лонжероне традиционно людей больше, хотя желающих поглазеть на действия явно никак не меньше, чем самих купающихся На берегу дежурят спасатели, водолазы и медики К услугам одесситов развернуты палатки, в которых можно переодеться Часть установили коммерческие организации, часть спасателей и национальная гвардия 18 січня, 4-го дня, рятувальники вже приступили до чергування Наразі жодного виклику, не було про те, що щось сталося Люди не зверталися по якимось проблемам, тобто все йде в звичному режимі Кожного року, в кожному місці, в офіційному місці ставляться намети Тобто ставляться також пункти обігріву на той випадок Якщо комусь стане погано, завжди можна буде людину, тобто надати допомогу при переохолодженні Тому ніякого посиланого режиму роботи немає, працюємо в звичному режимі Спікер ГСЧС совместно со своїми колегами по службі також решила погрузиться в ледяну воду Говорить, що делает это ежегодно, а емоцій заряда бодрости хватает надолго Мені подобається також, що йде перезагрузка і організму, і голови після такого, що холодна вода Йде взагалі взимку покупатися в холодній воді, тим більше в морі, це не просто десь в річці Це в морі, це знову ж таки якась маленька пригода Полезна тем, що дозволяє людину вірити в себе, бути більш увереним, більш настойчивим Це все-таки победа над собою, победа над своєю ленностю, над своєю обиденностю ежедневною По сравнению с прошлым годом, расскажіть, як-то прохладніє чи теплеє сьогодні? Я вам скажу, погода така же чудесна, каждый такой праздник також чудесний, солнечний і приятний день Водолази на пляжі Лонжерон дежурили ще с 18 января По їх словам, в происшествии за сутки зафиксировано не було, работа велась в штатном режиме Погода сопутствует всем купаючимся, а люди, в свою очередь, в воде надолго не задерживаются На теперешний час все хорошо, видите, какая хорошая погода, какая спокойная вода То есть никаких чрезвычайних ситуаций не происходит Все в штатном режиме, люди приходят, купаются, получают удовольствие, все хорошо По практике вижу одно и то же, люди залетают, 3 секунды залетел, 3 секунды окунулся, 3 секунды вылетел А долго никто не задерживается? Нет, никаких заплывов особо не устраивает К обеду на пляжах Одессы в традиционных купаниях приняли участие более 7 тысяч человек Одесситы говорят, что в этом году гораздо теплее Большинство купаются на крещение постоянно, некоторые впервые Главное, что всех объединяет вера в Бога и в духовное очищение Мы уже купаемся 3 года подряд И приходится в традицию И очень-очень ощущения, экстрим, эмоции передать не могу И такое ощущение, что очистилась душа и тело Когда заходишь, немного холодно, так щипает, а когда выходишь, вообще тепло, даже не дрожжу ничего Вы впервые или уже традиционно? Нет, каждый год купаюсь уже на протяжении 5 лет Почему пляж Лонжерон? Не знаю, близко, потому что... Как вам условия? Пользовались ли палатками для обогрева? Чай, возможно? Нет, нет, только пришли, сейчас все начнется Только покупали, сейчас согреемся, еще разок окунемся, три раза И тогда уже будем пользоваться всеми этими удобствами нашими Вы знаете, в прошлом году были настоящие крестьянские морозы Утром я катался на велосипеде в минус 19 градусов Было очень скользко, но я хотел разогреться Ну, а днем было минус 12, сейчас потеплее Но на самом деле не имеет никакого значения, если холодно, то холодно Надо просто настроиться и тот жар, который в груди каждого человека, выпустить наружу, и он помогает Ощущения очень хорошие Первый, когда разочек нырнул, дыхание заканчивается Второй раз легче и потом уже попускает Скажите, традиционно купаетесь или сегодня впервые? Нет, традиционно уже лет 7 мы, наверное, купаемся Что основное такое делаете перед купанием, чтобы как-то согреться? Ничего, ну сейчас после этого можно, но до этого не желательно Водичка освежающая, очень бодрящая погода, шикарная, что можно сказать? Впервые купаетесь или традиционно? Нет, традиционно всегда купаюсь уже давным-давно И не только по 19 января, а в любой... Вы моржуете, правильно? Ну так, любитель, да Как всегда, на лонжероне хватает и тех, кто просто пришел посмотреть на купающихся, а то и поддержать своих родных Валентина говорит, что купается на хрещение ежегодно В этом году погружаться в ледяную воду не стало по состоянию здоровья и за рекомендации врача Помимо одесситов, на лонжероне, как всегда, можно встретить и гостей Южной Пальмиры Кто-то приезжает к родственникам из других регионов Есть и такие, кто прилетел из-за границы Ну такой заряд на год И вода же там с свойствами, да, такими обладает Ну и как бы много людей в этот день, легче решиться И плюс очень хорошо себя чувствуешь после этого Просто вот мега, просто я не знаю как В Киеве наверняка купались в Днепре, как вот в море, есть ли какая-то разница? Да, есть Там прорубь ледяное такое, мало места А здесь такой простор, как бы гораздо сильнее ощущение Те, кто в этом году не успел или просто не решился, не отчаиваются Будут закалять себя, чтобы в 2023-м уже окунуться вместе со своими близкими и друзьями Василий Базовлук, Татьяна Барумбей, Владимир Ивжич, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер»